Важно отметить, что в нашем городе сохранилась уникальная история. То есть очень много архивных исторических данных. И благодаря поддержке областного архива мы выявили документы, которые мы уже можем достоверно говорить, что в этом доме жил купец, допустим, такой-то. И рассказывать об этом людям. И благодаря нашей инициативной группе мы смогли популяризировать историю города, визуализировать, сделали аудиоролики про город, написали лонгриды. И это все дало такую базу некую, откуда молодежь может подчерпывать знания. И вот благодаря тому, что мы смогли в том году мобилизовать группу волонтеров, которые проводят экскурсии, также интересуются историей, проводят разные мастер-классы, интеллектуальные игры по истории города. Это все дает такой большой толчок к тому, что нам нужно дальше двигаться, нам нужно сохранять, потому что в нашем городе есть что сохранять. Это историческая память тех домов, зданий, которые они в себе несут. Также это архитектурное наследие нашего города. И вот сейчас, как наши волонтеры, также и общественное объединение, в дестинации Каракол, проводят экскурсии по городу. И очень, в принципе, уже хорошо, потому что есть спрос, туристы приезжают, даже это местные жители, пусть они и из Бишкека, к примеру, да, последняя группа у нас была из Бишкека, это были девочки, школьницы, но они приезжают и интересуются, и у нас уже есть что рассказывать. Теперь нам осталось сохранить на будущее, чтобы было что показывать для города. Это является важным, и нужно объединять усилия. И даже многие жители смотрят уже по-другому, когда к их дому подходит группа туристов и начинает фотографировать. В том году мы тоже проводили фотоэкскурсию с одним из таких известных фотографов нашего Кыргызстана, Алимжаном Джорубаевым, да, и он нам показывал, с какого ракурса лучше фотографировать, какой кадр лучше взять, и это дало тоже толчок и мотивацию молодежи, просто выбирать дом старенький пусть, да, но делать там фотосессии. И уже сам житель видит, а, значит, мне нужно побелить, и он белит. Но, к сожалению, все-таки, то, что происходит в современном мире, хотят все модернизировать, сделать по-современному, и ставни, и просто вот с каждым днем их все меньше и меньше становится, это очень печально, потому что люди не видят, что здесь можно зарабатывать, да, как-то монетизировать, и сделать более привлекательным наш город, для того, чтобы туристы подольше задерживались в нашем городе, так как сейчас, по такой небольшой статистике, турист проводит там в Караколе одну-две ночи, то есть он идет в горы, в трек, спускается, ужинает и уезжает дальше. А нам бы хотелось, чтобы туристы оставались здесь и тоже сделали свой небольшой такой доход для нашего города, хотя это, наверное, не небольшой, а даже очень большой в перспективе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!